Учеников школы номер 4 областной столицы познакомили с четырьмя эпохами воинской славы Твери. Это основание княжества, правление Михаила Тверского, смутное время и Отечественная война 12-го года. Тему продолжит наш корреспондент. Доспехи древнего воина это немалая ноша. Кольчуга, щит и шлем весят более 20 килограммов. Для пятиклассников 4-й школы подготовили специальную интерактивную выставку об истории русского оружия. Все экспонаты можно не только посмотреть и потрогать, но и примерить на себя. Из интересных экспонатов это, конечно же, доспехи смутного времени, потому что это уже вершина оружейного искусства, как называли бронного. Очень хорошие экспонаты у нас сделаны на Отечественную войну 1812 года. Показывали Тверского городового стрельца и у нас хорошо очень сделан дружинник воинства Михаила Тверского. Перед тем, как ощутить себя воином той или иной эпохи, ребятам рассказали о временах основания Тверского княжества. Эпохи Михаила Тверского, осмутном времени и Отечественной войне 1812 года. Все экспонаты, которые показали детям, реконструированы по образу и подобию настоящего оснащения воинов. Это должно быть нашим образом. Украшка нашего Тверского река. Здесь доспехи, которые сделаны за последние 20 лет, делали их профессиональные мастера, но здесь сделано четко по находкам археологов. То есть до грамма, до миллиметра. В этом смысл исторической реконструкции. Чтобы ребята понимали, как было на самом деле в старину. Конечно, все это безопасно, это деактивировано, но это является по сути настоящим. Примерить на себя доспехи было интересно не только мальчикам, но и девочкам. Они наравне с ними примеряли тяжелые доспехи. Кроме того, ребятам подробно рассказали об интересных деталях, об бундировании воинов разных эпох. Специально надвигали его на глаза. На глаз, на левый глаз. Чтобы вспышка с вот этой полочки не выжгла ни лицо, ни глаза. И вот таким образом производился выстрел. Как говорят организаторы мероприятия, их главная задача – это рассказать детям о богатой истории и воинских традициях Тверской земли и нашей страны.